Департамент по делам молодежи и спорта Департамент по делам молодежи и спорту, легкой атлетики. Но ее путь начался совсем не с этого. Как и многих девочек, Марию в раннем возрасте родители отдали в художественную гимнастику. Здесь будущая спортсменка занималась несколько лет. Бегом Мария Девяткина начала интересоваться, когда увидела других ребят на стадионе. У нас гимнастикой занимаются в легкой атлетическом манеже. И когда у нас проводили занятия, я видела, как другие девочки, мальчики, ребята, они бегали. И мне это все так нравилось. И в общем, я все говорила родителям, типа я тоже хочу, хочу, хочу. И через год примерно после того, как я сказала свое хочу, меня отправили в легкую атлетику. Там же тоже свои особенности есть. То есть я не особо гибкая, как другие были. Шпагат у меня такой себе на троечку. А вот бегать мне нравилось. То есть разминки вообще мне заходили хорошо. Так Мария в 12 лет пришла в секцию легкой атлетики и спортивной школы ИКАР. Как сейчас вспоминает спортсменка, в легкой атлетике, по ее мнению, у нее не было больших перспектив. А вот первые победы в беге вдохновили Марию Девяткину и дали стимул для дальнейшего развития и совершенствования. Буквально через два месяца тогда проводились, я помню, соревнования на призы Татьяны Фировой. И я там что-то, короче, много очень медалей забрала. Практически на каждом виде. И как-то это, наверное, стимулировало. И я осталась. Ну, то есть много друзей у меня там было. Мария Девяткина – кандидат в мастера спорта, трехкратная победительница эстафет в Адлере, член сборной команды России, победитель и призер областных и всероссийских соревнований. В 2019 году легкая атлетка стала серебряным призером России в беге на 400 метров. А в этом сезоне попала в топ-5 лучших спортсменов на этой же дистанции на первенстве России. Когда мы спросили, есть ли у Марии образец в спорте, на который она равняется, чемпионка ответила, что она равняется только на себя. Каждый раз она старается перебежать свои предыдущие результаты, сделать лучше, чем раньше. Мария Девяткина предпочитает ставить только свои личные рекорды. Я хотела очень пробежать по личному рекорду, потому что личный рекорд у меня аж был поставлен три года назад. Это очень давно. Я даже близко к нему не подбегала. И мне все хотелось, хотелось, хотелось. И Алексей Юрьевич говорил, типа, нет, все, погоди, подожди, подожди, сейчас все будет, подожди еще. И я, получается, с каждым соревнованием все ближе, ближе, ближе была к этим секундам. И вот это вот так все нагнетало, типа, я как бы могу, но чуть-чуть не хватает. И на первенстве России как раз он мне сказал, типа, ну, давай, либо все, либо ничего, рискни. Ну, в общем, я рискнула и пробежала четко по личному рекорду, не сотой секунды. Хуже не сотой секунды, лучше. И мне это так запомнилось, потому что я в 19-м году пробежала 54-41, и сейчас же я пробежала тоже 54-41. То есть ни туда, ни сюда. И смешно, и хорошо, и как-то так странно очень. Самый большой стресс и испытание для Марии легкой атлетки – пережить соревнования и учебные трехнедельные сборы. Для спортсмена это очень трудно в эмоциональном плане. Зато в обычных житейских буднях бегунья уже ничем нельзя испугать. Настолько характер закаляется на спортивных стартах. На некоторые такие моменты, на которые люди обычно реагируют тяжело, испытывают какой-то стресс, например, на том же экзамене, я смотрю на своих одногруппников, они струсуют, они переживают. Но у меня такого нет, потому что за моими плечами очень много финалов на первенстве России, то есть очень много за спиной вот этого вот стресса, который больше играет роль, чем какой-то экзамен, который, в принципе, можно потом пересдать. Было время, когда руки опускались и хотелось все бросить, признается Мария. Наверное, с таким состоянием так или иначе сталкиваются многие спортсмены. В эти моменты неоценимую поддержку своей подопечной оказал тренер Алексей Юрьевич Колганов. С Марией тренер нашел общий язык сразу же, как только они начали работать вместе. В профессиональной карьере молодой чемпионки тренер Алексей Колганов стал для нее не просто наставником, но и хорошим старшим другом. Мне всегда нравилось, как тренирует Алексей Юрьевич, у него какая-то другая методика, он заходит с другой стороны, и я это решила ощутить на себе. У меня с ним такие доверительные отношения, то есть мы на самом первом этапе, когда только начали вместе работать, договорились, что мы рассказываем друг другу все, доверяем полностью на все 100%. То есть я ему могу сказать абсолютно все, что угодно, и он не поругает меня ничего, он поддержит меня, какой-то совет даст. И вот это мне в нем очень нравится. Впереди у Марии Девяткиной большие спортивные планы. Зимой проходной сезон для улучшения скорости бега. А летом легкая атлетка хочет попробовать войти в тройку на первенстве России и попасть в восьмерку лучших на чемпионате России, а также выполнить нормативы в мастера спорта. У нас в гостях еще один молодой перспективный спортсмен – Артем Линник. Артем занимается под бинтоном уже на протяжении 10 лет. В секцию пошел по стопам родственников. Под бинтоном занимались папа, дедушка и тетя. Поэтому выбор спортивного направления для Артема, можно сказать, уже был предопределен. Изначально не очень сильно нравилось, но потом произошел какой-то момент, начал выигрывать соревнования. Появился такой спортивный азарт, которого не хватало. И начал замечать изменения в себе. Стал увереннее, красивее и как-то еще в других планах тоже. Когда я пришел в спорт, я был в не очень таким хорошем телесном, не был таким пухлым телосложением. Там, соответственно, было тяжело бегать, прыгать, все это делать. Но потом, в какой-то момент, когда я начал выигрывать, все поменялось и вся моя жизнь изменилась, можно сказать. Когда Артем Линник пришел в бадминтон, он понял, что на деле этот вид спорта намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Здесь нужна не только хорошая физическая форма, но и стальной характер, сила воли и правильная тактика. Когда спорт стал неотъемлемой частью жизни, юноша на себе увидел эти изменения. И за это он благодарен бадминтону. Именно психологически развивает очень сильно целеустремленность и умение до конца идти к какому-то результату. То есть у нас может быть такое, что ты проигрываешь, но все равно можешь в итоге выиграть целую игру. И во время очень довольно-таки сложного тренировочного процесса, очень изматывающего, развивает силу воли и терпение, которые, как я считаю, влияют не только на спортсмены, но и на настоящего человека в дальнейшем и поможет в будущем при достижении каких-то целей. Артем Линник – действующий и абсолютный чемпион города по бадминтону в трех разрядах. Трехкратный призер Нижегородской области и всероссийских соревнований. В прошлом году вместе с тренером Артем поставил перед собой цель – выполнить разряд кандидат в мастера спорта. А так как Артем во всем привык идти до конца и добиваться своего, то в Уфе на всероссийских соревнованиях бадминтонист занял третье место и успешно выполнил разряд. Как и у многих спортсменов, особую роль в профессиональном пути у Артема сыграл тренер Елена Михайловна Точилина. Тренер у нас так все это преподается, что мы не просто какой-то спортивный коллектив, мы целая семья. То есть мы выезжаем на какие-то сборы, мы ведемся как одна дружная семья. То есть старшие помогают младше. Младшие, соответственно, слушаются старших, но мы все как одна семья друг друга поддерживаем, друг друга помогаем. И тренер для нас, соответственно, как родитель, в основном дает нам наставление. То есть я очень сильно благодарен, потому что большинство наставлений дала мне как раз мой тренер. Здесь, соответственно, все серьезно. Нагрузка очень большая. Тренировки даже не только технические, но и физические. То есть можно просто отдельно выходить на улицу и что-то делать. Все очень тяжело и все, соответственно, очень профессионально. Елена Михайловна проходила специальные курсы по подготовке спортсменов. Поэтому всегда у нас все серьезно и показываем определенные результаты, соответственно, на различных уровнях соревнований. Сейчас для Артема бандбинтон стал уже образом жизни. Спорт влияет и на повседневную жизнь юноши. Помогает ему в учебе, при стрессовых ситуациях. Учит не сдаваться на полпути и принимать волевые решения. Все это помогает Артему и на соревнованиях. Определенная дисциплина, уверенность, прежде всего, в себе. Потому что когда ты... Вот я первый раз вышел на площадку, было очень страшно. И в дальнейшем это меняется. И чем ты больше уверен в себе, тем ты спокойнее. И тем больше вероятность, что ты покажешь тот уровень игры, который ты можешь показать, а не растеряешься и просто ничего не сделаешь. И надо именно самому захотеть что-то сделать. Поставить цель и самому захотеть его понять. Если кто-то другой будет хотеть, то ничего не получится. Артем Линник не хочет останавливаться на достигнутом. Впереди у него новые соревнования, новые победы и достижения. В планах у бандбинтониста получить звание мастера спорта. Анастасия Белякова занимается волонтерством не так долго – два года. А пришла она в клуб «Акбар» Центра внешкольной работы во время пандемии. Именно тогда в клубе начали реализовывать проект «Служба помощи четвероногим». По результатам участия во всероссийском конкурсе фонда президентских грантов, на реализацию этого проекта волонтеры выиграли порядка полумиллиона рублей. Это отличный способ поддержки молодежи и привлечения реальных средств на добрые дела. Волонтеры вывгуливали собак и помогали в уходе за питомцами тем хозяевам, которые не могли сделать этого самостоятельно. Анастасия случайно увидела в соцсетях объявления о наборе добровольцев и решила сделать шаг к своему давнему решению – помогать там, где она может быть полезной. Вообще как все зародилось? Я ехала на работу в метро в Питерску. И увидела, как это назвать, не вывеску, а плакат, которым набирали волонтеров в хоспис. Сейчас сижу и думаю, а может заняться чем-нибудь таким? Но в хоспис это тяжело, опять же, морально. Поэтому как-то это все отложилось, забылось, подвинулось в долгий ящик. Потом Анастасия вернулась в Саров и влилась в команду кинологического объединения «Акбар». Так она нашла свою нишу для добрых дел. Животные всегда были Анастасии близки, особенно собаки, которые с детства жили у нее дома. Да и сейчас у волонтера есть три питомца – две собаки и кошка. В Дивееве мы гуляли на стоянке, да и до щенка, тут такие вот, ой, бежали. Я говорю, все, либо мы едем с ними, либо я оставлюсь здесь. Поэтому уже пять с половиной лет живет у нас. А кошка тоже у нас появилась нежданно, негаданно. Семья, у них родился ребеночек, началась аллергия. Стали пристраивать, куда, чего. Говорю, может, давай кошечку возьмем. Хорошенькая такая. Так вот и появилась она у вас. Собаки, они более такие добрые, что ли, более чувствительные. Вот сидишь, плачешь, например, он подойдет к тебе ближе, ты уже вроде не так грустно становится. А кошки, они как-то, не кошка у тебя живет, а ты у кошки живешь. Вот как-то у них вот так. В Акбаре Анастасии помогают выгули собак, возят животных в ветеринарную клинику, развозят необходимые вещи по приютам, организуют мероприятия клуба. Через полгода после того, как Анастасия начала свою деятельность в Акбаре, в волонтерство втянулся и ее муж. В Акбаре они на двоих делят обязанности, помогают друг другу. Ну, волонтерство важное место занимает в жизни. Вообще, я люблю животных в первую очередь, люблю им помогать. С ними проще, наверное, чем, если не мы, то кто им поможет. Ни животных не говорят, ничего. Где болит, что болит, как болит. Поэтому, ЧПДЛ спешат на помощь. Сейчас на попечении кинологического объединения Акбар находятся три приюта для животных. Для помощи безнадзорным собакам и кошкам Акбар регулярно проводит благотворительные акции и сборы. При клубе также работает кружок для взрослых и детей. Сюда можно прийти со своими питомцами, научиться их дрессировать, получить консультации. И Анастасия тоже посещает такие занятия, как ученик. Вообще, Анастасия непрерывно занимается самообразованием. Участвует в специальных мероприятиях и выставках, как собаковод. Проходит обучающие курсы для добровольцев. На наш вопрос, устает ли она, чувствует ли выгорание и эмоциональную усталость, Анастасия признается. Такого у меня не было никогда, даже мысли такой не было. Что можно устать или еще что-то. Просто люди делятся на две категории. Кто любит животных, а кто не любит животных. Либо ты делаешь, либо ты не делаешь. Больше тут никаких трудностей нет. В основном это время. Нужно найти время на то, чтобы совмещать с работой умудряться. Но тот, кто хочет, тот найдет и время, и возможности. В прошлом году Анастасия, как молодой волонтер, решила попробовать себя в главном городском волонтерском конкурсе «Доброволец Сарова». Для этого нужно было подготовить презентацию своей деятельности, рассказать о направлениях Акбара, а также о самом проекте «Служба помощи четвероногим» и своем вкладе в это движение. Жюри не остались равнодушны к такому доброму делу, который делается в городе руками волонтеров. Анастасия стала победителем конкурса «Доброволец Сарова-2021» в номинации «Рожденный помогать». Конкурс проходит под эгидой ресурсного центра поддержки добровольчества на базе молодежного центра. В конкурсе несколько номинаций руководитель волонтерского направления. Тот новичок, кто менее года занимается этой деятельностью, и тот, кто уже больше года занимается данной деятельностью. Я выиграла номинацию, кто уже больше года занимается. Готовили презентацию, в которой о себе рассказывали, кто мы, что мы, чем занимаемся, в чем заключается наша деятельность. Первая большая победа Анастасии вдохновила ее на дальнейшее развитие в волонтерстве, на еще большую активность и благотворительность. А работа самих добровольцев, в том числе и Анастасия, воодушевила новых членов присоединяться к Акбару. Некоторые волонтеры клуба – это те самые люди, которым когда-то помогли Акбаровцы. И этот бумеранг добра – самая главная победа и радость для волонтера. Еще один герой нашей программы – Роман Перминов, руководитель муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия», который объединяет военно-патриотические клубы в различных регионах России. Сам Роман – выпускник военно-патриотического клуба «Мужество» при 11-й школе. Еще будучи подростком, он увидел показательные выступления его участников. Так Роман вступил в ряды ВПК «Мужество» и стал заниматься там начальной военной подготовкой. Разбирал автомат, стрелял, маршировал, изучал основы рукопашного боя и самообороны, выходил в походы. С данным клубом мы много где поездили по всей России, выступали на различных соревнованиях, как и в Нижегородской области, так и по России, занимали призовые места. Потом также я все-таки смотрел и взгляды были на будущее, хотел поступать в военное училище после этого. И для поступления в военное училище все-таки необходима определенная подготовка, как знание основ воинской службы, так и общефизическая подготовка. И для этого пошел заниматься в клуб. В военно-патриотическом клубе «Мужество» центром нешкольной работы участники защищали различные социальные проекты. Например, сейчас танк ИС-2 около Дома пионеров стал уже городской достопримечательностью. Отреставрировали и покрасили его именно юные участники «Мужество». Такой проект участники представили в Департамент по делам молодежи и спорта. Ребят поддержали и помогли в реализации общественно-полезного дела. Также силами ВПК «Мужество» были облагорожены военные захоронения и памятники. Все знания и навыки, приобретенные в клубе Роману Перминову, пригодились только не в военном училище, а в педагогическом вузе на факультете физической культуры. После того, как Роман вернулся в Саров после обучения, он продолжил заниматься общественной деятельностью в сфере молодежной политики. Занимая должность учителя ОБЖ, он также стал руководителем юноармейского отряда «Русичи» школы номер 17. Опыт участия в военно-патриотическом движении города помог Роману выйти на новую ступень, возглавить муниципальный штаб юноармии в Сарове. «Заниматься с учениками, принимать участие в различных мероприятиях городских, которые у нас проходили. Во-первых, мероприятий было много, но самое яркое можно назвать – это, естественно, парад Победы, в котором принимали участие как юноармейцы, так и выпускники и учащиеся военно-патриотических клубов. То есть принимали участие в параде, маршировали вместе с военными, с спасателями, с полицейскими в общем строю. Это довольно-таки такая почетная миссия, когда 9 мая на тебя смотрит весь город, и ты в форме, при полном параде маршируешь, как уже настоящий будущий солдат. Также мероприятия проходили различные, конечно же, ежегодные мероприятия. Это Нижегородская Зорница у нас проходит, где ученики юноармейцы показывают свои навыки, чему они достигли за обучающий год. Там соревнования также по военной подготовке, по строевой подготовке, по стрельбе. Обязательно знание истории в этом присутствует. Общефизическая подготовка, где как раз-таки мои выпускники и ученики тоже занимали призовые места. И мы отправлялись на соревнования уже в область, защищая, представляя наш город. Члены юноармейского движения занимаются не только начальной военной подготовкой. Каждый участник может проявить себя и в общественных делах, в творческой деятельности, попробовать свои силы в качестве журналиста или волонтера. Для того, чтобы стать юноармейцем, ребенку необходимо заполнить заявление и принять обязательную присягу. То есть тут все строго, все как в армии. Принимает данную присягу, после чего ему выдается личное удостоверение. То есть здесь немножечко похоже с деятельностью с волонтерами. У волонтеров есть волонтерские книжки, здесь есть книжка юноармейца. И по достижению каких-то результатов, успехов, данную книжку юноармейцу, его достижения заносятся. Обязательно они фиксируются. И по окончании учебного года мы смотрим по деятельности детей, деятельность юноармейцев, выбираем лучших, и лучшие у нас получают награды. Награды получают как на городском уровне, на областном, так и на всероссийском. Есть медали отличия, первой, второй, третьей степени, которые на всероссийском уровне имеют очень большой почетный вес. На должности начальника муниципального штаба юноармии Роман Перминов отвечает за взаимодействие юноармейских отрядов и военно-патриотических клубов. Организует работу городского штаба всероссийского движения. Планы, конечно же, есть. Они каждый раз обновляются, дополняются. С недавнего времени мы стали вводить и проводить различные мероприятия. Например, в том году у нас проходил смотр-конкурс военно-патриотических клубов и юноармейских отрядов, который проходил на территории военного комиссариата нашего. Также проходил конкурс пост номер один, где дети в лице почетного караула заступали на службу возле вечного огня. Основная цель, конечно же, привлечение, потому что сейчас это в наше сложное время, это необходимо. Необходимо развивать в детях патриотизм, необходимо им прививать любовь к родине. Естественно, необходимо их обучать урокам истории, чтобы они знали, когда какие сражения были, кто являлся победителем, умели анализировать, почему эти сражения были, почему они происходили, на каком фоне они случались. Могли анализировать сегодняшнюю ситуацию, какие события происходят, как к ним нужно относиться. Ну и, конечно же, в первую очередь были защитниками сами себя, своей семьи, в первую очередь, и своих близких, друзей, товарищей. Наша передача подошла к концу. В следующем выпуске мы услышим новые истории. Познакомимся с героями, которым на протяжении 30 лет Департамент по делам молодежи и спорта открывает новые возможности и дорогу в жизнь. До встречи на канале 16. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok